Закончилась первая неделя Еврокубков. Давайте посмотрим, какие движения произошли в таблице УЕФА. У Сан-Марина три клуба. В первом раунде одна победа и одно поражение. Черногория одна из худших ассоциаций УЕФА. 54 место. В первом раунде отбора приняло участие четыре клуба. Будучность победила на своем поле. Остальные команды играли на выезде. Две ничьи и одно поражение. Думаю, в следующий раунд будет три клуба. У следующей страны выступало три команды из четырех. Представители Северной Македонии одержали две победы и потерпели один разгром. Думаю, ассоциация лишится одной команды. Единственный представитель Лихтенштейна еще не играл. Чем удивило Андорра. Заявлено три команды. Одна выступит позже. На этой неделе одна ничья и одно поражение. Как минимум один участник сохранится. Исландия опустилась на 50 место. Заметьте, в этом сезоне заработан уже один балл. Для этой страны это очень много. Два выездных фиаско и один брейдаблик. Уверен, что этот клуб выйдет в следующий этап. Напомню, что Викинг Гур выиграл предварительный раунд. Сколько брейдабликов показал Гибралтар? Одна победа, одна ничья и два поражения. Наверное, половина команд отсеется. Уэльс выстрелил три команды. ТНС одержал победу, остальные проиграли. Одно поражение было от фарерского клуба. Албания один клуб грамотно прятала. Остальные сыграли так. Один выигрыш, одна ничья, одно поражение. Переходим к Мальти, ради которой затевался этот выпуск. Смотрите на их результаты. Две ничьи и два поражения. Возможно, потеряются сразу четыре клуба. Ужасно выступили грузинские коллективы. Одна ничья и три поражения. Висит угроза потерять 75% всех команд. Грузия опустилась на 45 место. В первом раунде приняли участие все фарерские клубы. Две победы и два поражения. От одного фиаско они точно не оправятся. Будет минус одна команда, как минимум. Эстония вышла на 43-ю позицию. У страны три участника. Сыграло две команды и обе победили. Северная Ирландия и Грузия набрали меньше всех очков. По 0-125. На этой неделе три поражения и ничью на выезде добыл Ларн. Думаю, в ответных матчах можно ситуацию исправить и сохранить все четыре клуба. Один ирландский представитель вступит в игру позже. Три команды сыграли в первом раунде и добыли две победы. Дэри Сити уступил на своем поле и, видимо, вылетит Литва 40-я. Данная ассоциация сохранит минимум два клуба, так как одному только предстоит сыграть, а другой выступает в Лиге Чемпионов, откуда пока вылететь нельзя. Добрались до Армении. Видим вдалеке Арарат, который проиграл. Вообще, на этой неделе были все возможные исходы. Один клуб пока в запасе, ассоциация повысилась. Интересно, выступают участники от Латвии. Одна команда победила на выезде, две уступили. Четвертый представитель вступит в борьбу со следующего раунда. Итого может потеряться половина команд. Очень высоко забрался Люксембург. Из четырех команд сыграло только трое. Зафиксированы все возможные исходы. Босния, согласно Ход, в первом раунде квалификации выставила три команды. Проявили себя достойно. Два выигрыша и ничья. Еще раз отмечу 1 балл Исландии и 0-125 балла Грузии и Северной Ирландии. Далее смотрим, кто выступил лучше или хуже их. Финляндия поднялась на 35-е место. На этой неделе три победы и одно минимальное поражение. Думаю, что в следующий раунд выйдет четыре команды. У Косова одна победа, одна ничья и два поражения. От Молдавии в первом раунде выступал Шериф Петрокоп Минсами. Все сыграли в нулевую ничью. А Свиндл Георгий проиграл. Тем интереснее будет наблюдать за ответными играми. Три второе место занимает Братская Беларусь. Шахтер и Динамо сыграли мега недели в ничью. Еще два клуба стартуют позже. Отличные показатели у Словении. Одна победа и две ничьи. Один клуб ждет своего часа. У Казахстана заявлено четыре представителя. Согласно расписанию, в первом раунде стартовал один табол и сыграл дома в ничью. Азербайджан 29-й. На этой неделе ноль очков. Карабах уступил на выезде. А вот в Польше принимало участие три клуба из четырех. Три победы дают отличные шансы на выигр во второй раунд. Румыния упала на 27-е место. Клуш сыграл в ничью с Юником. Великолепные результаты показали клубы Словакии. Два выигрыша и ничья с чемпионом Брузии. Черчесов со своим Ференсфарашем увез из Казахстана ничью. Из четырех болгарских клубов в первом раунде сыграл только один. Лутогорец на своем поле уверенно переграл отцу Теску. А Мальмес Трудон переграл Викингур и принес своей стране первые 0,250 очка. Остальные шведы только готовятся вступить в бой. Выделил отличные выступления на этой неделе словаков, поляков, словенцев и финнов. Последним участником был Будюглин, который разгромил своего соперника в первой игре 3-0. Украина 13-е. 5 клубов. Россия занимает 12-е место. В этом сезоне участников нет. Заранее было известно, что ассоциация будет начислена 4333 очка. Недавно потусторонние силы помогли сборной России подняться в рейтинге FIFA. Этот обзор есть на нашем канале. Сербия 11-е, 4 клуба. Бельгия 10-е, 5 клубов. Некоторые страны, вы видите, получили автоматические бонусы за выход команд в группу. Австрия 9-е, 5 клубов. Шотландия 8-е, 5 клубов. Португалия опустилась на 7-е место, 6 клубов. Нидерланды 6-е, 5 клубов. Франция 5-е, но могут обогнать голландцы, 6 клубов. Заметьте, Италия начинает сезон 4-е. 7 клубов у Германии. Рекордные 8 участников. Это 8 раз больше, чем у Лихтенштейна. Испания 2-е, 7 клубов. Главный вопрос, какие шансы у испанцев на этот сезон и смогут ли обойти англичан? Чем удивил этот выпуск? В прошлый раз я опубликовал интересный выпуск о самых посещаемых матчах в ведущих чемпионатах за всю историю. Если канал полезен, подпишитесь. Награди автора лайком и до встречи на спортивном. Субтитры создавал DimaTorzok